2024 год наконец-то наступил, с чем я вас всех и официально поздравляю. Но Новый год это не только новый ты, это еще и новые кроссовки. Поэтому пока что вы доедаете Оливье и отходите от праздников, я расскажу вам про топ-5 самых крутых кроссовок, которые ждут нас в 2024 году. Под номером 5 Nike Air Force 3 вместе с Nigo. Его вский дизайнер, который создал вместе с Фаррелом Уильямсом бренд Bay, был крайне активен в последние несколько лет. Он стал креативным директором Kinzo, постоянно работал над своим брендом Human Made, а также занимался прочими небольшими проектами, например, коллаборацией с Levi's. Но самым интересным достижением стало то, что он наконец-то подписал контракт с Nike. Да, как бы странно это ни звучало, но человек, который в ответе за создание силуэта Babes, который был полностью слизан с Air Force, на который в прошлом году Nike подали в суд за полное копирование их силуэта, теперь будет работать на сам Nike. И работать ему дали почти над тем же силуэтом, который он и украл. Только не первыми Air Force, а третьими Air Force. Ставь лайк, если не знал, что существуют третьи Air Force. Тем не менее, силуэт этот выглядит вот так. И у нас уже есть первые фотографии, как будет выглядеть его версия именно от Nigo. Концепты Nigo сделал в низкой и высокой версиях. И сделал ее в оранжево-черно-белых цветах. Мы пока что не знаем, будет ли выглядеть финальная версия, доступная для продажи именно так, но имеем, что имеем. Лично я не уверен, хочу ли я себе эти кроссовки, но нужно дождаться релиза официальной информации, и тогда мы точно все поймем. По номер 4 Air Jordan 1 High Black Toe Reimagine. Если вдруг кто-то из вас смотрел мое прошлогоднее видео с самыми ожидаемыми парами 23-го года, то вы знаете, что там под номером 1 мы выбрали именно эти кроссовки. И мы ждали их целый год, но так ничего и не дождались. Поэтому мой уровень хайпа к этой паре немножко спал, и она переместилась на твердое четвертое место. Но теперь релиз официально перенесли на 24-й год, и у нас есть точная информация о этих кроссовках. Во-первых, они продолжат серию, которую Jordan начали в 23-м году под названием Remastered. И в 23-м году мы получили переиздание самых знаменитых первых Jordan в Chicago, которые теперь называются Lost and Found. Они приходили вот в такой вот ретро-коробке с ретро-чеком внутри, и основной задумкой серии является то, что эти кроссовки были забыты в шкафу, магазине или еще где-то. Их нашли, и мы вот получили настоящую ретро-версию кроссовок, ровно такой, какой их получали в 85-м году. И если в 23-м году нам подарили Jordan Chicago, то в 24-м нам подарят Black Toe Reimagine. Это одна из самых любимых расцветок Майкла, наверное, после Chicago, но, на мой взгляд, она выглядит даже лучше. Пока что нету точной информации о дате релиза кроссовок, но мы точно знаем, что выглядеть они будут именно в такой же ретро-эстетике, как выглядели и Lost and Found. Подоберем три огромных количества релизов Трэвиса Скотта. Этот список был бы абсолютно бессмысленным, если бы мы не добавили сюда короля коллабораций Трэвиса Скотта. 23-й год для Трэвиса был просто сумасшедший. Он выпустил свои первые гольф-кроссовки в силуэте первых Джорданов, выпустил новые классические первые Джорданы Medium Olive, и еще один абсолютно новый для него силуэт — Макатак. И мы уже тоже знаем, что в 24-м году нас ждет как минимум две пары первых Джорданов — Dark Olive и вот такие максимально необычные для Трэвиса канарейки, которые будут посвящены его школьной команде. Но самым главным достижением Трэвиса за 2023 год, который перетекает в 2024, стало то, что он наконец-то подписал контракт с Джорданом на собственные именные кроссовки. Уникальность этого контракта заключается в том, что никогда в истории ни одного не спортсмена не было контракта с Джорданом на собственные именные кроссовки, то есть на свой новый силуэт. Так что Трэвис в очередной раз делает историю. Называться проект будет Cut the Check, и пока что у нас нету неточной информации о дате релиза, неточной информации о цветах, которые мы увидим, не даже о том, как будет выглядеть коробка кроссовок. Все, что мы имеем, это вот такие вот фотографии Трэвиса в этих кроссовках абсолютно повсюду, в миллионе разных расцветок. Но все-таки от различных инсайдеров мы получаем более подробные фотографии, и можем назвать как минимум восемь расцветок, которые включают в себя как его классику, например, Reverse Moki и Black Phantom, так и абсолютно новые белые, серые и коричневые расцветки. Не знаю, как вам, но мне лично силуэт очень зашел. Это абсолютно что-то новое, даже сложно сказать смесь чего в этом силуэте присутствует, но как будто бы он взял лучшие части всех кроссовок и поместил их в один, и даже добавил липучку на носок. Так что лично я прям вот очень жду релиз. Напишите в комментариях, как думаете, какая расцветка выйдет первой. Вот номер два Nike Dunk RTF KT, или NFT кроссовки. Это, наверное, один из самых необычных и концептуальных релизов кроссовок не только в 2024 году, но и вообще, возможно, за всю историю сникер-индустрии. Потому что это реальный случай, когда просто NFT-картинка перевоплощается в жизнь, и не просто принтом на футболке, чашке или каким-нибудь брелком, а настоящим продуктом. Точно таким же, какой он есть и в диджитал мире. Так что, наконец-то, можно будет показать маме, что за картинки ты продаешь в интернетах 24 на 7. Это работа Nike с их собственным NFT-департаментом RTF KT. И все обладатели RTF KT-данков в диджитал мире в 2024 году смогут получить шанс купить эти данки в реальной жизни. На закрытую распродажу можно будет попасть, показав свой NFT-токен на специальном сайте, затем выкупить кроссовки и просто дождаться, пока они к вам приедут. Силуэт будет доступен в четырех цветах и следующих количествах на весь мир. Серая пара со синим свушем будет доступна в 6841 экземпляре. Черная с красным в 5849 экземплярах. Черная с фиолетовым выйдет почти в 12 тысячах экземпляров. Ну и, наконец, полностью белая выйдет в 8500 экземплярах. Так что, самой редкой, получается, стала черная с красным свушем. Каждый кроссовок будет подтвержден на блокчейне, поэтому никакой проблемы с легитчехом возникнуть не должно. А теперь давайте вместе решим, какая из расцветок самая крутая в комментариях. Ну и, наконец, под номером 1 Air Jordan SB Military Blue, Fear и Bred. Большинство изданий, групп, каналов и прочих медиапространств, посвященных кроссовок, лучшими кроссовками 2023 года, называли Air Jordan 4 SB Pine Green. И это неудивительно, ведь исконно баскетбольные, а позднее и самые популярные лайфстайл кроссовки в этом году прошли через эволюцию и стали скейтбордистскими. Им изменили посадку, амортизацию, сделали просто бомбическую расцветку, и они стали, ну, нереальным успехом. И на волне того самого успеха Jordan анонсировали новую расцветку в абсолютно том же самом силуэте. Но теперь они заменили сосново-зеленый на приятный милитари-голубой цвет. Но помимо SB-четверок, нас ждут другие, просто бесподобные силуэты. Во-первых, нас ожидает переиздание очередной оригинальной расцветки четвертых Джордов, в которых Майкл еще в 80-х играл в NBA за Чикаго. И это расцветка Bred. Она выходила в черно-красных цветах, и, собственно, в этом году мы получим именно такую же черно-красную расцветку. Выглядят кроссовки, ну, очень зло, и, как по мне, их обязательно нужно добавить в любую коллекцию. Ну и другой просто бесподобной расцветкой четвертых Джордов, которую я просто не мог не упомянуть в этом видео, является Fear. И когда ты смотришь на расцветку, ты понимаешь, откуда она взяла свое название, потому что она настолько хороша, что реально вселяет в тебя страх. Она сделана в черно-сероватых цветах с белыми вставками и такой сыпью на нижней части. Ну и, по-моему, это выглядит просто бесподобно. Но их, к сожалению, придется подождать немного больше, чем другие кроссовки, потому что они намечены на конец 2024 года. Ну что же, а на этом у меня все. Напишите в комментариях, какую из пяти пар вы ждете больше всего. Спасибо вам большое за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Все кроссовки покупайте на сайте onmyfit.ru. Всех обнял, поцеловал, хорошего вам дня, еще раз с Новым годом и... Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok